Что такое синдром отличницы? Недостаточно хорошо. Вот тут бы подправить, тут бы подделать. Работа над ошибками, чтобы маме понравится. Мы хотим понравиться. Мы хотим всё сделать идеально, выше всяких похвал. Так ещё и не хотим, чтобы нас критиковали. Как родители передают детям свои комплексы? Вот эта жестокая связка по отношению к ребёнку, когда только за то, что он берёт в своей комнате. Или он, например, придёт вовремя с улицы, принесёт хорошие оценки, не пропустит ту самую ненавистную ему тренировку. Родители могут обнять, поцеловать, сказать какие-то добрые слова. Родители будут компенсировать свои недостатки детства на своём чаде. Тем более, когда оно такое, как пластилин, что хочешь из него лепи, он где-то что-то в кризисе трёх лет, в кризисе семи лет, он ещё что-то как-то повозникает, начнёт что-то отвергать. Но всё равно родители это додавливают. Почему отличники не остаются в школе, а переходят во взрослую жизнь? Сценарий поведения, модель поведения ребёнок-родитель, ребёнок хочет, чтобы мы его похвалили, а родитель в этот момент хочет, чтобы его поощрить ребёнка, он так и остаётся. Смотрите новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 23 июля, 18.15 на телеканале «Самара ГИС». Гость в студии – психолог Ксения Дубинина. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова